Долго ждать своего кумира белгородцам не пришлось. Занавес подняли и уже в первой сцене появился народный артист РСФСР Валерий Золотухин. По пьесе он отец семейства, в котором во время войны без вести пропал сын-летчик. Богатый фабрикант уже в годах, который наставляет второго сына на путь истинный. И ты не имеешь права одевать в него диет. Она не невеста Ларри. В том, что Ларри не погиб на войне, верит только мать или просто не хочет признавать истину. Роль страдающей и немного безумной матери исполнила Екатерина Васильева. Она призналась, что образ ее героини сложный, многогранный. И сыграть его соглашаются не все именитые актрисы. Непонятно, то ли она верит, то ли она врет, то ли она действительно переживает, то ли она придуряется, то ли она плачет, то ли она... То есть я сама не понимаю. У нее настолько все запутано, что я поддаюсь какой-то внутренней какой-то такой вот интуиции. И действительно очень много намешано в этой женщине. Во втором акте становится ясно, что в семейной трагедии виновен отец. Он во время войны поставлял бракованные детали для самолетов, из-за чего погиб 21 летчик. И его сын Ларри, узнав о случившемся, не смог это пережить и не вернулся из воздушного боя. Ну да, он был моим сыном. У него, пожалуй, они все были моими сыновьями, эти наши парни. Я с удовольствием играю. Этот спектакль, хотя он, конечно, для меня очень сложный, ну, все они в этом делают. Но такие роли попадаются редко, и такие пьесы. Сейчас все больше на продажу такой дешевый юмор. Отец, решил искупить свой грех, покончил с собой. Сюжет основан на реальных событиях. Пьеса Артура Миллера «Все мои сыновья» не избалована вниманием театральных режиссеров. Впервые спектакль был показан на Бродвее в 1947 году. Но, как отметил Валерий Золотухин, и сегодня он очень актуален. Если из этой пьесы убрать, допустим, американские какие-то слова, само слово «Америка», то это абсолютно будет спроектировано на нашу, сегодняшнюю Россию. Режиссер-постановщик спектакля «Кшиштов Зануси» специально объединил гениальный дуэт Васильевой и Золотухина. Вместе они работали в десятке фильмов. Просто мы очень много лет с ним дружим, еще с Бомбарашей. В зрительном зале не было ни одного свободного места, и никого пьеса не оставила равнодушным. Белгородцы уверены – успех спектакля и в хорошем сюжете, и, безусловно, в талантливой игре актеров. Мы не так часто бывали в филармонии, но вот решили прийти, посмотреть, попробовать приобщиться к культуре, так сказать, посмотреть на звезд. Золотухина вижу первый раз, хотя к нам приезжали различные, а его первый раз. Приятно очень его посмотреть, услышать, голос на него. Ну и дурак, конечно, замечательный. Очень довольны спектаклям, игра, аксерам тоже нравится. Овации не стихали, актеры трижды выходили на поклон, но зрители их не отпускали, пока на сцену не опустился занавес. Маргарита Платонова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород. Спасибо.